Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ, время сухого остатка 18.03. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. И Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг, Life Capital Pro Business Bar. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, уважаемые слушатели, сегодня традиционно мы говорим в это время о текущей ситуации на финансовых площадках, российский рынок акций, в частности, сегодня мы рассматриваем с точки зрения основных событий и прогнозов дальнейшего его движения. Вы присоединяетесь к нашему разговору. Для этого у вас есть телефон в студии, телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495. Также есть интернет-ресурс, адрес которого финам.фм. Пишите вопрос, оставляйте комментарий, мы его обсуждаем. В общем, все, как всегда, весело и с огоньком. И традиционно также, начиная эфир сухого остатка, я рисую картину маслом 18.04-05 в Москве. И что же происходит сегодня на рынке, на рынках, даже так, наверное, будет правильно сказать. Ну, начинаем с индикаторов российского рынка. Они сегодня, ну, умеренно, я бы все-таки так сказал, особо позитива-то оптимизма особо не показывают, но умеренно прирастают. И РТС, и ММВБ на этот момент прибавляют 0,7%. Индекс РТС сейчас на уровне 1590, индекс ММВБ 1520. Ну, собственно, ключевые уровни, да, пока вот они со всех сторон, со всех сторон обнимают. Вот, Европа сегодня тоже умеренно позитивно. Фудсистов, в частности, полпроцента прибавляет. Америка после вчерашних выходных и праздников сегодня к нам присоединится. И мы посмотрим, что будет через полчаса. Индекс Nikkei сегодня немножко откорректировался. Корректируется, собственно, и иена японская. Немного укрепилась она, но пока в пределах достаточно узких диапазонов. Дальше смотрим сырьевые рынки и рынок Форекс ведут себя следующим образом. Нефть марки Brent чуть-чуть снижает, ну, по сравнению со вчерашним закрытием, но выше 117 долларов за бочку пока еще стоит. Золото тоже в узком диапазоне после прошлой недели, да, пролива прошлой недели. 1600 это ближайшая поддержка. Вот он отскочил и 1610 за унцию пока тоже в узком диапазоне держится. Евро-доллар также формирует узкий диапазон, достаточно узкий. И текущая котировка 1.33.50 практически без изменений. Несмотря на то, что сегодня выходили позитивные статистики по Европе, реакция была краткосрочной и опять в норку. Не совсем позитивно, на самом деле. Если уж брать настроение, да, настроения немножко улучшились. И немножко существенно, да? Да, окей, но индекс текущей ситуации, конечно, вышел немножко хуже. Поэтому позитивные заявления главы Европе и Центрального банка, понятно, что поддерживают все-таки рынки. И понятно, что это выражается в тех же индикаторах, опережающих индикаторах. Согласен. Но текущие дела, текущие данные по ВВП, буквально, которые мы недавно все-таки получили, показывают совсем другую картину и совсем негативную. Та же безработица, которая в Европе на максимумах находится, конечно, все негативно отражается. Согласен, согласен. Ну, сейчас мы поговорим более детально. Но уровень жизни в Европе все еще выше, чем у нас, к сожалению. Ну, там, видишь, как и индикатор... Безработные хорошо живут. Да, выше, да, да, это забавно. Бездельники живут. А вот Россия по многим показателям, да, по той же безработице оказывается, у нас дела намного лучше, чем в Европе. На разное, на разное. Поэтому здесь спорный вопрос. Ладно, давайте я закончу, тем не менее, картину маслом. Итак, котировки акций российской компании, голубые фишки сегодня также разнонаправлены, так же, как и вчера. Ну, можно выделить. Сегодня прибавляет ГМК Норникель больше 2%. Газпром сегодня в позитиве больше процента. Рост НЛМК обычка больше процента. Рост нефть больше процента. И Сбербанк почти 2%, 108 рублей стоит акция обыкновенная. Все остальное вяло-вяло. А, полтора процента теряет аэрофлот. О, вот такие основные пятна на этой картине маслом. Ну, а теперь давайте, собственно, разговор. Ну, начнем с зарубежных площадок. Кстати, по поводу зарубежных площадок. Вчера отдыхали американцы. После того, как, ну, невнятно они, да, торговались на прошлой неделе. Имеется в виду, как минимум, пятница, да. Уже неделю невнятно торговались. Да, да, да. На хаях они встали туда-сюда. Как-то не очень движется. Близится. Опять очередное время Че. Конец февраля, да, там, собственно, нужно принять опять решение. Ребята не могут договориться. Давай, Василий, начнем. Ну, вот такое ощущение, что интрига затянется, на самом деле, как минимум до 25-го числа. То есть до конца этой недели мы, наверное, такой и будем невнятную динамику вообще торгов на всех площадках и видеть. Здесь с 25-го Конгресс возвращается своих каникул недельных. И начнется обсуждение как раз сокращения дефицита бюджета. Все прекрасно знаем, что если не договорятся, начнут вступить в силу секвестра бюджета с 1 марта. И, конечно, это мощный удар по экономике. Понятно, что это негативность отразится на финансовых рынках. Поэтому здесь интрига сохраняет. Смогут договориться, не смогут договориться. Ну, все привыкли, что обычно в последний момент всегда все разрешают, все договариваются. Но здесь, конечно, ступор более серьезный. И, на самом деле, сокращать все-таки придется. Причем, если вспомнить, по крайней мере, данные за четвертый квартал ПВП по Америке, который вышел отрицательный, можно уже сделать выводы, что сокращения, на самом деле, дефицита бюджета уже были сделаны. И к чему это привело, мы все прекрасно видим, что уже многие заговорили, что и рецессия до Америки добралась. Поэтому здесь палка на двух концах, по большому счету. И даже если договорятся, если сократят дефицит бюджета в довольно-таки серьезном размере, который требуют республиканцы, то, конечно, это все равно негативно отразится на экономике. И все равно это негативно будет воспринято рынками. Поэтому по факту, можно сказать, фискальный обрыв, он по факту случился. И он есть уже. То есть налоги подняли, дефицит сократили. По факту все это есть. Все это негативно будет отражаться. Если будет дальнейшее пушение налогов, за счет чего хотят компенсировать бюджет, то, опять же, это не на руку компаниям. Поэтому, я думаю, любой исход по факту будет воспринят негативным рынком. Пусть он будет позитивным или негативным. И в марте на американской площадке мы все-таки видим коррекцию. То есть то, о чем мы говорили много раз тоже и до этого эфира. Назрело, назрело, назрело. И никак она не начинается. Леш, как ты считаешь? Отвлекись, пожалуйста. Ты там торгуешь, что ли? Нет, я внимательно изучаю. Сегодня ожидается появление Барака Обамы в Белом доме. Через полтора часа по московскому времени он предпримет, как пишет, новую попытку давления на республиканцев. И, соответственно, возможно, по ходу американской сессии будет какая-то реакция. Доу-Джонс в узком диапазоне. Я, честно говоря, уже целую неделю ждал от Доу-Джонса коррекции в область 13500-13600. Но пока ее нет. И то ли удастся, проторговав уровень между 13800 и 14000 ровно, стрельнуть еще наверх пунктов 200-300 на каком-то позитиве, таком и только потом, где-то начать корректироваться. То ли действительно коррекция состоится. А S&P, соответственно, многие мечтают о том, чтобы сбросить с отметки 1500, тоже пока никак не получается. То есть у медведей как бы свои мечты пока не очень сбываются. Но я бы хотел напомнить вот что уважаемым радиослушателям. Если вы посмотрите на предыдущие года, то февраль месяц, он, в принципе, всегда не особо благоприятен, по крайней мере, для нашего рынка. Я вот про наш рынок говорю. И если посмотреть вот на этот промежуток с первой на вторую декаду, где-то числа примерно с шестого, седьмого по где-то там с пятнадцатого как раз, по восемнадцатый, по двадцатого, очень часто там были провалы. Провалы попытки сбросить там из восходящего канала, там с восходящего тренда, как угодно. Они, как правило, там не удавались, и к концу месяца как-то рынок вырастал. Хотя был момент, в десятом году все-таки медведя, так сказать, дожали, да, и индекс падал до конца месяца. Но в прошлом и позапрошлом годах эти попытки не удались, да, и к концу месяца рынок подтянули. Поэтому после такого традиционно ударного января у нас следует всегда такой неприятный и весьма высоко волатильный февраль. Здесь, наверное, раздолье скорее для спекулянтов. Те, кто хорошо проторговывает какой-то интервал, да, нежели для инвесторов. Хотя, если мы посмотрим на спрос в таких бумагах, как Сургутнефтегаз обыкновенный привилегированный, Татнефть привилегированная, сейчас еще что-нибудь. Ну, временами, временами не всегда, временами вот на прошлой неделе, в частности, Лукойл, периодически тот же Норникель, то, как говорится, Васька слушает Дееста. Кто-то все-таки набирает позиции явно там не на один день. Ну, и слава богу, что такие идеи есть, но их немного. Немного. Их немного, да. И я боюсь, что и людей, которые, да, в нынешние времена набирают позиции. Целиком на динамике, целиком динамик рынка, конечно, целиком рынок они вытащить, конечно, не могут, все эти отдельные идеи. Поэтому у нас одна идея Сбербанка, который играет весь рынок. Все, Сбербанк растет, рынок растет, Сбербанк падает, рынок падает. Поэтому здесь, по большому счету, вот инвесторам... Есть еще Газпром. Про него уже забыли, похоронили время. Второе, второе. Сбербанк вверх, Газпром вниз, куда пойдет индекс. Индекс посередине. Замер на месте. Газпром у нас растет часто последним. Если уж в нем начнется вынос шартистов, то, конечно, вот это, наверное, будет финал апогей, наверное, роста какого-то фиги. Есть инсайд, говорят, шартовиков много в Газпроме. Вот инсайд, пожалуйста, для всех. Если кому-то это поможет. Не надо, не надо. Ты же понимаешь. Я шучу. Мы пользуемся официальными источниками, а именно фундаментальным техническим анализом. У нас передача 16+, поэтому будем считать, что это некая нецензурщина. Не будем считать, нецензурщины никакой не должно быть. Давайте мы так будем делать. Смотрите, к российскому рынку вернем чуть позже. Все-таки хотелось бы, да, еще раз, хотя вы уже озвучили, по большому счету, ваши ожидания в отношении американских индексов, то есть назрела коррекция, это очевидно, да, и, собственно, реализоваться она может в ближайшее время. Вопрос, вопрос, когда. Когда, ну вот, как минимум, да, вот Леша предложил некую, так сказать, да, временную структуру, если смотреть на прошлые годы. Ладно, мы продолжим об этом разговор. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ. Итак, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев. В гостях Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект и Алексей Труняев, замначальник управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Обсуждаем традиционно текущую ситуацию на финансовых рынках, в частности, на российском рынке акций. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Присоединяйтесь. Давайте продолжим. И два слова о Европе. Хорошо, Вася, начал, да, с самых первых минут. Да, в Европе по-прежнему, на самом деле, неопределенности. Никаких, по крайней мере, подвижек в лучшую сторону я не вижу. Все, что в последнее время происходило, все, что... Тот рост, тот отскок на фондовых рынках, по крайней мере, европейских, которых мы видели, да, это отчасти были спровоцированы, спровоцировали именно слова Марио Драги. То есть он постоянно, да, поддерживает словесными интервенциями рынок. И, на самом деле, если посмотреть, что конкретно делось, я не вижу ничего. То есть по-прежнему есть два стабилизационных механизма там, но до сих пор нет единого надзорного банковского органа, который должен был давно функционировать уже с конца того года и выделять деньги нуждающимся странам. То есть если вдруг вспыхнет сейчас новый какой-то очаг в одной из стран, да, опять решать его будут долго. По большому счету, говорю, все цифры, все показатели выходят довольно-таки негативные. Поэтому рост фондовых рынков, в частности европейских, обеспечивает только новая ликвидность, а не более того. Это не фундаментальная основа, это не восстановление экономики. Это просто горячий, бешеный день, который печатает и Америка, печатает и Японцы. Понятно, что часть японской ликвидности уходит и на европейские рынки акций, и куда угодно. Причем, опять же, рост был благодаря тому, что на предпоследнем заседании была понижена учетная ставка, была Европейским финансовым банком еще в том году. Они убили все безрисковые активы, поэтому деньгам, хочешь не хочешь, они вынуждены идти в риск. Просто это вот, все, что они сделали, они убили безрисковые активы. Поэтому просто парковать деньги на балансе ЕЦБ, парковать деньги в облигациях надежных, там, в германских, я не знаю, там, в швейцарских и финских, где доходность там нулевали, там, подотрицательно, да, просто невыгодно. Поэтому хочешь не хочешь, денег раздали в рамках программы «Утроумного», часть вот их вернули, ну, а часть попала, наверное, к акции. То есть, это банальный, просто, банальный переток просто из безриска в риск, вынужденный, все. Но никаких фундаментальных основ, рост показателей экономики мы не видим. Я понял. И, наверное, ближайшие, по крайней мере, квартал-два, я думаю, пока еще не увидим. Я понял тебя. Леш, как ты сможешь на Европу? Ну, Марио Драги нам обещал, что восстановление европейской экономики произойдет только к концу этого года. Так. До конца года еще много времени, подождем. А на этой неделе нас ожидает, если не ошибаюсь, в конце недели шоу под названием «Выборы в Италии». О, кстати, молодец. Я читаю, вот лента у меня есть, и тут цитирует господина Берлускони. Он говорит, некоторые страны могут быть вынуждены покинуть зону евро. Ну, то есть, что... Конечно, он этот, да, джигит. Что может быть, могут медведи попытаться, на мой взгляд, немножко, так сказать, сдвинуть рынки вниз. Насколько это получится, где это будет больше сделано, то ли в Европе, то ли Штаты как-то отреагируют. Поживем, увидим. Ну, вот, как бы, может быть, такой, как бы, повод поиграть вниз. Но, еще раз повторюсь, если смотреть на сезонный фактор, то вот эта вот неприятная волатильность, да, на этой неделе, может быть, еще нас ожидает, но потом, мне кажется, вот к концу месяца текущего и к концу, все-таки, первого квартала попробуют подтянуть повыше и наш рынок, и западные рынки. Ну, а потом уже могут начать работать традиционно американские поговорки. В том году снижение такое, то есть было несколько попыток, если посмотреть на наш рынок год назад, из широкого восходящего канала выбить индекс, и удачными они стали только в апреле. Вот после 10 апреля уже пошло снижение, и уже быкам не удалось переломить это движение. Пошел понижательный тренд. Ну, если говорить об индексах, мы сейчас все-таки в восходящих еще каналах находимся, да, несмотря на вот последние снижения. Ну, в принципе, да, то есть вот было показано вчера минимальное значение, там 1498, по-моему, то есть попытались полностью закрыть гэп первого торгового дня. К сожалению, не получилось. Ну, почти не получилось, но, в общем, мы не обязаны полностью закрывать. А на самом деле у меня создалось такое впечатление, что те, кто хотел купить на 1490 ровно, или 1480, некоторые не выдержали, стали покупать. Вот стали подбирать Газпром, стали подбирать какие-то еще бумаги, стали подбирать Норникель, где, в принципе, на уровне там 5530 некая там техническая поддержка сформировалась, ну и так далее. То есть это видно. По поводу Сбера, ну, не знаю, в Сбере там большое количество коротких позиций, поэтому сказать, что сейчас туда какое-то инвестирование идет, я бы, наверное, не стал. Там просто, наверное, шартовиков выносят. А что касается Газпрома, да, там можно наблюдать в ходе торговой сессии и, так сказать, наличие крупных покупателей, крупных продавцов. То есть каждый играет в свою игру. На мой взгляд, в покупателях могут выступать скорее наши российские коллеги, российские деньги. Тут идея с дивидендной доходностью, там, порядка 5-6% и возможностью какого-то хеджа. Но это краткосрочная идея. Это вот буквально там до закрытия реестра. Закрытие реестра, если кто не помнит, 13 мая, это понедельник. То есть это идея на ближайшие 2-3 месяца и есть инструменты срочного рынка фьючерс на акции Газпрома. То есть можно там какие-то стратегии построить. А вот в продавцах вполне могут быть какие-то долгосрочные инвесторы. И в Лондоне бумага тоже часто бывает под давлением. То есть идет какая-то перекладка. Большие проблемы у компании в смысле дальнейшего развития бизнеса. То есть проблемы цены долгосрочные контракты. Но в краткосрочном периоде вот это 2-3 месячные дивидендные идеи вполне... То есть здесь надо различать. Когда мы говорим об идее Газпрома, то есть мы не смотрим сейчас дальше 2-3 месяцев. Что все-таки как-то парадоксально звучит. Да? Газпром это наше все. Мы всегда говорили о том, что ну во что же вкладываться на российском рынке как не в Газпром? Потому что... Ну вот и вкладывались. А сейчас до вкладывались. До 2005 года, когда формировали портфель. Вот пришел человек, принес на рынок там, не знаю, там несколько миллионов рублей. Да? И как формировался портфель там доверительными управляющими, например. Половина в Газпром, остальное все разбросаем. Да. В итоге мы получили что? Очень большое количество длинных позиций с достаточно, ну скажем так, может быть, высокими, средними ценами. И за последние 2-3 года уже, так сказать, бумага ничего не дает и у кого-то даже есть убыток. Поэтому люди нервничают и плюс пугают еще изменением методик западных по расчету индексов развивающихся рынков, там, ребалансировка и так далее. Поэтому индексные фонды могут перекладываться. спекулянты обычно в фронтране, то есть начинают заранее как бы давить бумагу одну поднимать, другую, тот же Сбер поднимали на тех же самых постсоциальных новостях. Здесь еще один негативный навес над Газпромом висит. Это вот последнее заседание ТЭК президентской комиссии было, на которое Владимир Владимирович сказал у нас, что надо в левшее время подготовить либерализацию рынка СПГ. и здесь есть большая все-таки доля вероятности, что часть монополии Газпрома на экспорт газа все-таки будет у него отнята в пользу компании, там, не знаю, может быть, Роснефть, может, Новотека. Эти компании последний год, буквально даже года полтора, для этих компаний делалось много, они получали там и льготы, и субсидии разные, что не было для Газпрома. И эта политика, скорее всего, ближайшие там, я не знаю, но пока видно, что она именно остается, именно Газпром у нас для него ничего не делается, в пользу этих компаний все-таки рынок сбыта могут у Газпрома отобрать. Поэтому, конечно, это негатив, если Газпром потеряет все-таки монополию, опять же. Но это негатив для Газпрома. Конечно. А для рынка в целом, ну, или для рынка акций? Рынку это будет мешать, потому что вес компании в индексе большой, и говорили уже, да, что Сбербанк пытается тянуть вверх, большая доля в индексе, Газпром тянет индекс вниз. Для Роснефти, да, это позитив, но Роснефть, понятно, даже если она пойдет на 300 рублей, ну, не сможет она вытянуть рынок вверх, это само собой. Здесь вот, не знаю, из нефтегазового сектора, ну, тяжело сейчас что-то выбирать. Роснефть, одна из неплохих компаний, и на любых коррекциях я вот лично предпочитаю подбирать. Все-таки господдержка там будет, и много хороших проектов, и последняя сделка, понятно, что там с БП, и так далее. Ну, идеи много, и понятно, что компания будет себя чувствовать лучше, чем тот же Газпром. Это и видно по динамике, и, в принципе, 270 мы отметку видели, я думаю, что и 300 рублей увидим. Я понял, я понял. Долгосрочной перспективе. Давай. А в краткосрочной, возможно, Газпром и обгонит. Ну, это да. Рядской киноверх. Ну, краткосрочно, это вот опять до конца второго квартала. Полтора, да, полтора-два месяца. То есть, если во что инвестировать с перспективы хотя бы до конца года, потому что, в принципе, ну, не знаю, большинство экспертов, в принципе, я в том числе склоняюсь, что, несмотря на коррекцию, которую мы ждем буквально там через месяц, через два, да, не знаем, что там будет летом, загадывать не будем, но по итогам года все-таки взгляд на рынок оптимистичный, и вроде как год думаем, что российский фондовый рынок закроет, по крайней мере, ростом процентов 20. А вот следующий год уже, скорее всего, будет негативный. То есть, такой взгляд. Я понял. Хорошо, давайте прервемся немножко. У нас есть вопросы, и надо на них отвечать. Первая линия. Виталий, добрый вечер, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я слушаю, мне так интересно, вы так интересно рассказываете. Прямо как поэма какая-то. Но это же бумаги, это же не экономика. Заводы работают, люди пашут, и не может быть за один день там то падает, то поднимается. То есть, это просто бумаги, это спекулятивный какой-то рынок, это фондовая биржа. Мне кажется, к экономике никакого отношения. Я понял. Это ваш вопрос, сейчас эксперты на него ответят. Спасибо, Виталий, за звонок. Ну, это уже не первый подобный вопрос. Ну, так тем не менее, ты знаешь уже универсальный ответ, видимо. Универсальный ответ такой, что фондовый рынок, это рынок ожиданий. Это во-первых. Давай так, фондовый рынок имеет отношение к реальной экономике? Имеет отношение. Имеет, безусловно. Имеет отношение. Хотя на первый взгляд это не очевидно. Значит, фондовый рынок это рынок ожиданий. Те самые бумаги, которые наш уважаемый радиослушатель, которым они кажутся какими-то эфемерными и так далее, это не акция ОМММ. Это акция крупных и не очень крупных тех же самых предприятий реальной экономики. Которые ведут реальный бизнес. Они привлекают, между прочим, реальные дивиденды. Не выстраивают никаких финансовых пирамид. Во-вторых, связь с экономикой самая простая. В зависимости от того, какую капитализацию, то есть, количество акций умножить на цену биржевую, имеется компания, в зависимости от этого, такие условия заимствования на внешнем и внутреннем рынках, она, согласно своим рейтингам, получает. Вот вам и связь с экономикой. Когда вы захотите, вам необходимо пополнить средства, необходимо сформировать какие-то займы, ваши котировки на бирже будут иметь большое значение. Но это только один пример, самый простой, который мне всегда приходит на ум и, к сожалению, которому, к сожалению, я соглашусь с радиослушателем в том плане, что, к сожалению, наши имитенты, может быть, не уделяют должного внимания. Не всегда, так сказать, организуют маркетмейкерство, хотя сейчас по основным бумагам институт маркетмейкерства работает, может быть, кстати, это и изменится. Леш, я вынужден тебя прервать, хотя мы не ответили еще на вопрос, продолжим это, сейчас новости послушаем. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Мы обсуждаем традиционную ситуацию на мировых и российских финансовых площадках и напомню, что сегодня в студии у меня гости Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Звонил наш уважаемый слушатель, который пока еще сомневается в эффективности рынка акций. Ну, я так понимаю, не российского в частности, а рынка акций в целом. И вот мы сейчас Леша и Вася. Не в эффективности, а скорее в его легитимности. Легитимности. Ну, хорошо, ладно, хотя мне легитимность, потому что мы отстояли, мне кажется, давно уже. Да, надо Василию передать. Да, и мы продолжаем отвечать на этот вопрос. Вась, давай. Ну, на мой взгляд, что финансовый рынок уже вот именно с 2009 года совсем оторвался от реалиев. И по большому счету, конечно, если вы занимаетесь инвестициями, да, или даже спекуляциями в компании, в отдельные акции, то ни в коем случае не надо смотреть, что творится в реальной экономике. Потому что реальная экономика на внутридневные колебания рынка практически мало влияет. Вот просто приведу вам простой пример, 9-й год возьмем, 10-й год, 11-й год. Дела в мире только усугублялись. И это мы видим по сей день, там, по той же Европе. Почему я тут же возьмем американский индекс Дакст или СНП, они сейчас стоят практически на исторических максимумах, да, то есть Америка стоит на рубеже 2007-го года где-то на майских рубежах, немцы тоже практически близи максимума, но экономика этих стран стоит ниже. То есть зачастую раньше было, да, собака виляет хвостом, сейчас же хвост виляет собакой. То есть парадигма, вся парадигма в финансовых рынках немножко немножко теперь у нас искажена. Местилась, она полностью искажена. То есть чем хуже дела в реальной экономике, тем лучше будут дела на фондовом рынке. Это правило действует уже три года, потому что чем хуже будут дела в реальной экономике, тем больше будут печатать денег. Благодаря этому просто вся парадигма финансовых рынков и реальной экономики она стала задом наперед. То есть собака сейчас виляет хвостом. И понятно, что рано или поздно надувается бузы, рано или поздно печатаются деньги, рынок растет на ожиданиях, что реальная экономика завертится и начнет восстановление. И в один прекрасный момент у инвесторов приходит осознание. Они ждали полгода, они ждали год, но видят, что результатов никаких нет. И начинается как раз новый цикл, новый сильный цикл коррекционный. Поэтому говорить о том, что дела в экономике усугубились, и фондовый рынок будут падать, нет, это неправильно. Значит, будут приняты новые стимулы или будут продолжаться старые стимулы по накачке денег, сверхмягкая денежно-кредитная политика, она и будет толкать фондовые активы вверх. Но ни в коем случае надо проецировать это на акции, то есть что у компании там видим, выручка падает, а акции почему-то компании растут. По идее, должно быть так, но сейчас это не так. Когда все это встанет на круги своя, не знаю, когда увидим, наверное, еще один Армагеддон 2008 года, когда выживут сильнейшие, тогда может быть все и вернется на круги своя. Пока вот так вот. Понятно, но опять-таки, я так понимаю, идея это основная, что все-таки рынок акций, он не в отрыве от реальной экономики. Он не в отрыве, да, он бежит впереди паровоза, и когда падает, и когда растет. Ну согласитесь, если сейчас проецировать просто европейские индексы сейчас взять, и европейские индексы взять в 2008 году, когда ВВП там у всех положительный был, когда ВВП в еврозону положительный был, когда компании зарабатывали намного больше, и сейчас. То есть сейчас рынок должен стоить процентов, я не знаю, на 40, наверное, дешевле. Почему мы сейчас, вот мы видим, из квартала в квартал, последние три квартала, выручка американских компаний падает, компании отчитываются хорошо. Почему хорошо? Потому что отчеты занижают. Ну и квартал в квартал, год в году выручка компании падает. Почему растет индекс с S&P 500? Ведь это неправильно. Ужасно, я бы даже сказал. Но он растет, кукловоды. Вот нам бы на рынок... Так, все, ладно, вы сейчас до теории заговора дойдете. Нам не хватает. Просто, когда у вас деньги под 0%, 0,25, проще вкладывать. Докси с дивидендной истории, их надо брать и вкладывать. Нажли в трежность. Просы и предложения. Есть покупатели, цена растет. Правильно. Будем считать, что на вопрос, Италия, мы ответили. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер. Добрый. Два вопроса. Если вот подразумевается все-таки долгожданная коррекция, евро-доллар все-таки остается рисковой валютой, он также будет коррелировать с S&P 500, будет ли падать в таких же пропорциях или все-таки какая-то парадигма, как говорится, поменялась и там печатание тоже ИТБ там денег, ну и печатание или там косвенное печатание. Как-то все-таки сильно не просадит евро к доллару. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот если коррекция подразумевается, тогда подразумевается ли, что золото все-таки сейчас делал заход вниз, чтобы потом пойти все-таки вверх? Или золото уже тоже как индикатор мало чем может помочь нам? Вот такие два вопроса. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ну, вопросы понятны, да? Если все-таки будет коррекция, как пойдет у себя евро-доллар и как его можно в этой случае, да, идентифицировать? И то же самое, как пойдет со золото. Я думаю, что евро пойдет вниз, медведи будут атаковать и отметка 1.3, диапазон 1.35-1.36 оказалось сильным сопротивлением. И здесь как бы два в одном складывается. С одной стороны, медведи не хотят пускать и, в общем, с удовольствием будут играть вниз, давить опять ближе к отметке 1.20 или 1.10. Но с другой стороны, сильный евро не выгоден ведущим экономикам Европы. Даже самая Германия, ее компании хорошо отчитывались тогда, когда евро лежал внизу. Поэтому здесь очень хитрый такой момент. Я думаю, но на мой взгляд, когда, так сказать, идут какие-то пертурбации на фондовых рынках, медведи давят евро против доллара вниз. Вот на мой взгляд, такая корреляция. Сильнее, не сильнее там с S&P, не знаю, я не смотрел. А что касается золота, золото как бы это не индикатор. На самом деле, сейчас находится в нисходящем канале, но ближе к его нижней границе. И если развернется технически, наверное, надо пробивать снизу вверх 1.700, 1.700, чтобы вновь вернуть какую-то силу. Я рассматриваю золото просто как некий актив. С технической точки зрения его анализирую. А если взять мое личное отношение, даже не как трейдер, а как, скажем так, как обывателя, как человека, мне не особо нравится инвестиция в этот вид активов. Я считаю, что он недостаточно ликвиден в нашем, так сказать, непростом мире, в нашей непростой ситуации. Я предпочитаю кэш в различных валютах, либо, так сказать, облигации, либо какие-то фондовые активы. Это вот лично мое предпочтение. Поэтому рассматривайте в данном случае как какой-то индикатор. Нет, не индикатор. Может ли развернуться вверх? может развернуться, поскольку нисходящий канал широкий, откройте график, посмотрите, поставьте, если вы хотите поиграть наверх, вполне возможно, что увидите какие-то сигналы, но на мой взгляд пока их нет. На мой взгляд пока их нет. И с учетом того снижения, который, и того выхода из этого актива, который мы наблюдаем за последние несколько месяцев, я бы, может быть, точки входа поставил чуть повыше. Чуть повыше даже. То есть немножко отдал бы рынку, когда будет разворот вверх, если он вообще будет, но входил бы чуть позже. И ну как бы очень часто задают вопросы по этим парам. Вот евро-доллар, золото, то есть чувствуется, люди играют и какие-то спекулятивные позиции открывают, но мне кажется, надо посмотреть. Во-первых, вот сейчас идет, и Василий говорил, что напечатали много денег, да, это год захода в рискованные активы, то есть год захода в эквотис. посмотрите на акции, посмотрите, сейчас интересно, вот первый квартал, первый квартал, как правило, в целом квартал роста, какие-то бумаги дивидендные, где государство, так сказать, мажоритарный акционер и контролирует ситуацию, куда потенциально могут прийти нерезидентские потоки. То есть, ну, не надо зацикливаться на вот спекуляции достаточно известных активов, достаточно известных парах, но сейчас... Они ликвидны, наиболее ликвидны, если они достаточно известны. Ну, вот просто по золоту там понижать на канал, да, если вы как бы будете упрямо пытаться играть вверх, ну, и какой в этом смысл, да, то есть... Никакого. Упрямо не надо пытаться действительно... Серьезно, там был определенный бычий цикл, который сейчас, по всей видимости, сломался, да, сейчас там медведи правят балл, ну, как бы, либо вы присоединяетесь к ним, либо вы теряете деньги, то есть рынок, он очень злой такой в этом отношении был. Спасибо, Леша, Вася, давай твое мнение. Евро, доллар и золото. По золоту взгляд, на самом деле, следующий. Золото исчерпало свой потенциал роста, золото не является убежищем от инфляции, мы видим, что, смотрите, сколько запускается новых печатных станков, да, насколько много наводнят ликвидностью финансовую систему, золото на это не реагирует. Почему? Игроки заранее, уже еще с 2000 года закладывались в рост золота, зная, что будет огромное количество печаток денег, чтобы утянуть экономику. В золоте как раз все это уже и заложено. На текущий момент золото с 2008 года, с 2006, прошу прощения, по 2012 сделало плюс 230 процентов. В нем все уже заложено. Долгосрочным инвесторам нет смысла туда заходить, потому что они прекрасно понимают, что такие стимулы и такая монетарная политика продлится еще не более года. То есть через год начнутся разговоры о сворачивании монетарных стимулов, о сворачивании печатных станков. Поэтому потенциала у золота вверх уже в долгосрочной перспективе нету. И мы это прекрасно видим, что оно не растет. Соответственно, на чем может быть выстрел по золоту? Да, мы вспомнить прошлый год, когда был риск, когда понизили рейтинг Америки. Да, золото был всплеск вверх. То есть, если сейчас будет какой-то цирк, если рейтинговое агентство опять вдруг понизит рейтинг, да, золото может улететь вверх. Золото является защитой от риска, но не защитой от инфляции. Поэтому если будет навизнят угроза понизирования рейтинга Америки, да, возможно, побежит кто-то в золото. Но я думаю, что побегут. Но стояв золото, не рекомендую в этом году вообще покупать, потому что только в случае фарс-мажора оно выстрелит. При той динамике, при той монетарной политике золото расти не будет. Что же касается евро-доллара, то здесь очень интересная история. Ну, разглагольствовать здесь можно очень много, очень долго, много заявлений делается. Валютные войны это вообще можно обсуждать тут часами, поэтому здесь скажу просто вкратце. Есть уровень 1.33, есть уровень 1.30. Пробиваем 1.33 и закрепляется буквально пару дней, если ниже этого уровня, мы точно пойдем на 1.30. Если неделя закроется ниже 1.33, техническая картина будет очень четкая с походом на 1.30. На 1.30 это тот диапазон, который более-менее адекватный и он устраивает всех. Что там будет дальше, я не знаю. Понятно, что если коррекция на Америке случится, это бегство из рисковых активов, бегство с рынка Коммонтис, бегство куда? Бегство в доллар, поэтому спрос на доллар соответственно растет, евро-доллар опять же будет падать. Поэтому если начинается коррекция в Америке, опять же это бегство будет в доллар. Не потому что бегство из евро, потому что спрос на доллар растет. Вот и все. Поэтому любая коррекция, мы все знаем, что акции торгуются в долларах в Америке, нефть торгуются в долларах, золото торгуется в долларах. Поэтому когда бегство из рисковых активов идет, просто повышается спрос на доллар, поэтому и падает валютная пара евро-долларов. Все просто. Здорово. Актив падает, потому что его сильно продают. Что логично. Что логично. Но тем не менее, я все-таки, если позволите, подытожу. То есть Владимир интересовался именно вот этими корреляциями, взаимосвязями. Если мы увидим коррекцию на американских площадках, в частности в индексе S&P 500, это будет обозначать именно то, что Василий говорит. Теоретически евро-доллару вниз, по золоту возможен всплеск вверх, но как бы так вот ставить 100% на это надо. 100% лучше не ставить. Не надо ставить в любом случае, но как бы надо подчеркнуть, что коррекция на американских площадках это действительно бегство в доллар, в надежный актив, распродается риск, акции ли это, сырье ли это, высокодоходные валюты ли это, и те, и другие, и третьи, значит в этом случае сливаются, сливаются, и идем мы в доллар. А что касается вот целей, видите, Василий тем не менее их озвучил, по евро-доллару, да, при пробое 1.33, идем к 1.30, мне проще немножко, уж извините, я смотрю на графики. И действительно, 1.33 сейчас там проходит линия восходящего тренда, дневная, по крайней мере, что естественно, если она пробивается, следующая поддержка как раз в районе 30 фигуры, это вполне логично. Ну да ладно, ответили мы на вопрос Владимира, значит смотрите, у нас немножко времени остается до следующего перерыва, я хочу проанонсировать, значит мы будем продолжать отвечать на вопросы, мы будем говорить о российском рынке акций, ну и давать уже прогнозы, вы уж извините, или там смотреть чуть вперед, вот, поэтому у вас еще есть возможность, уважаемые слушатели, присоединиться к нашей беседе, сейчас мы идем, слушаем новости, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть сухого остатка, 12 минут у нас осталось, есть время ответить на вопросы, ну и поговорить о неких перспективах, я тем не менее начну с того, что американцы открылись, и показывают сейчас положительную динамику, ну вяло-вяло тоже, CP прибавляет в моменте 2, 0,2%, процент, 1523 торгуется, Dow Jones кромнее, 13994, в общем, рядом с ключевой отметкой, в 14 тысяч, сейчас мы его наблюдаем, значит продолжаем, и давайте отвечать на вопросы, вот вопрос традиционный, как всегда, пара доллар-рубль, ну или рубль, в отношении корзины валют, это что моим гостям будет интереснее, удобнее, выгоднее, Вась, давай с тебя начнем, как ты видишь динамику рубля? Много уже желающих, желающих купить, на отметке 30, и причем уже не... Доллар против рубля, да? Да, уже не первый день, и даже не первую неделю, потому что, конечно, что закрытие прошлого года у нас феноменально состоялось, вопреки просто, вопреки общей динамике, как это было зачастую под конец года, вместо того, чтобы рубль ослабнуть, он наоборот окреп, и, конечно, это многих застало врасплох, тем не менее, динамика продолжается, понятно, что было связано это все с либерализацией рынка на ФЗ, с запуском Евроклира, но, тем не менее, вот запустили его, запустили, даже на прошлой неделе аукцион, на котором как раз был, в рамках которого был как раз доступ к нерезидентам, он провалился, то есть мы видели, что разместилось буквально процентов 30 от предложенного объема, это говорит о том, что, в принципе, иностранцы сейчас пересмотрели риск к России, и сейчас по таким ценам уже наши ФЗ... То есть те, кто зашел, тот уже зашел, да? Да, 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 то есть, в принципе, игра-то отыграна, конечно, многие ставят о том на то, что еще именно в марте будет основной проток капитала, но, честно говоря, мало верится. Вот, опять же, да, надо смотреть на динамику нефти, пока она такая дорогая, рубль еще 30 будет держаться. Мы видим, что долго его здесь не продержат, это уже точно. Мы видим, что за первый, за январь месяц, данные по дефициту, профициту бюджета вышли, они были очень-таки плохие цифры. И при такой-то нефти, то есть, и уже не... уже в Давосе я слышал... Кто что у нас, помню, Нишувалов кто-то... Слышал неоднократное заявление со стороны уже властей о том, что они именно давят на Центробанк с целью опустить процентную ставку, потому что это очень сильно негативно отражается на экономике. Нельзя идти в разрез со всего мира. По крайней мере, можно это идти, но не так долго. Понятно, что такой крепкий рубль специально держали под запуск Евроклера. Теперь его запустили, теперь привлекательность рубля уже можно не держать, поэтому я думаю, что он, честно говоря, ожидал на этом заседании понижения ставки, но теперь все-таки склоняюсь, что именно, не знаю, на следующем заседании, по крайней мере, увидим. Сейчас, от 25-28 числа пройдут большие налоговые выплаты, и вот, в принципе, те, кто еще не купил, я все-таки рекомендую вот 28-го, 27-го, в последнюю неделю февраля покупать доллар. Все-таки в марте, я думаю, увидим отскок. Насколько существенно будет, я не знаю, но все-таки, думаю, что будет. Я понял. Вот еще один вопрос буквально, в отношении ставки рефинансирования и возможности снижения нашим центральным банком. То, что он ориентируется на инфляцию, она достаточно высокая, это не смущает тебя? 0,25% и, в принципе, это не погода. И они не сбивают инфляцию, ставка рефинансирования. Это все ерунда. Не сбивают. А экономика убивает намного сильнее. То есть, выбирая... То, что экономику убивает. Потому что, да, больше ставка начинает расти, повышать банки, ставки по кредитам. Никому это не нужно. Поэтому последние данные были просто очень плохие по экономике. Поэтому долго, я думаю, здесь уже такая политика не задержится, не продержится. Леша, по поводу рубля. Ну, я не исключаю. То есть, мы говорили сейчас о возможной традиционной сезонной коррекции после окончания первого квартала. И, скорее всего, это будет сопровождаться ослаблением рубля, да, и усилением доллара против рубля. Я, конечно, ожидал вот за прошедшие несколько месяцев, что рубль сильнее укрепится, да, и какие-то более низкие поддержки пощупает, там, ближе к отметке 29, но не получилось. А большого притока валюты, как я понимаю, мы не видим, да, поэтому мы не 29,2, не 29,5, имеем торговлю вокруг 30. А если, я говорю, значит, медведи будут давить фондовые индексы, нефть, соответственно, пойдет вниз, коммортиз пойдет вниз, опасаясь, так сказать, опять охлаждения экономики, мы увидим, скорее всего, определенную какую-то девальвацию и ослабление рубля против доллара. И говори только девальвацию, потому что многие слушатели воспринимают с опаской это слово. Нет, я сам как бы фондовик, я ослабление, ослабление. Валютный фьючерс не играем, мы используем его в паре с фьючерсом на индекс РТС, как бы, да, хеджирующим, и все, как бы, но есть, как бы у нас... Я, наоборот, не хеджирую, а усиливаю позицию, потому что бывает, если ты стоишь вниз, то, как бы, да, 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 то есть если ты соответствующую позицию занимаешь, то есть в паре открываешь эти два инструмента, вот, в тех объемах, которые интересны. Немножко хочется отвлечься, ну, это из трейдерских наблюдений просто, что сейчас мне некомфортно, как бы, да, на фондовом рынке. Раньше очень хорошо было, да, последние, там, несколько лет. То есть всегда бегство в доллар, то есть когда на рынке мы ждем коррекцию, да, это бегство в доллар подразумевалось, и всегда так было. И зачастую, вот, когда набираешь портфель бумаг каких-то, да, я их всегда хеджировал, страховал именно валютные позиции, то есть покупал фьючерсы на пару долларов-рубль, да, и всегда у меня были в покупке бумаги те или иные, и в соотношении бывало с одним плечом или без плеча, по крайней мере, весь портфель страховал. Это была хорошая идея. А сейчас, когда мы видим, последний месяц падает фондовый рынок и укрепляется рубль, падает фондовый рынок и укрепляется рубль. Ну, это просто. И получается, что данный инструмент просто уже нельзя использовать в качестве хеджирования. Конечно, это очень сильно. На этом многие, кстати, и погорели, и обожглись, и я в том числе, и, конечно, это им, ну, минус большой. Это неприятно. Конечно, это неприятно. Система работала годами и вдруг она, видишь, ну, то есть просто, кто открыт вниз фьючерс на индекс РТС, тот, скорее всего, открыт вверх по фьючерсу доллар-рубль. Доллар-рубль. Вот и все. По крайней мере, логика в этом есть, но, видишь, она не очень сейчас работает. Кстати, если вернуться уже к вашим же разговорам, да, то мы во многом сейчас наблюдаем отсутствие традиционных корреляций, что называется, правильно? Да. Раньше было так и все более-менее было понятно. Пару слов тогда Василий правильно, так сказать, поднял тему ощущений от фондового рынка. Ощущения, да, действительно, не очень приятные за весь прошлый год. На мой взгляд, это связано со слишком растянутой биржевой сессией российской, то есть ликвидности так не очень хорошая на внутреннем рынке и она размазана. Если мы, все вот кто торгует целый день, да, не ленится, сидит, ну, как трейдеры вынуждены целый день находиться на рынке, если склеить все куски активности вместе, получим биржевую сессию продолжительностью не больше 4-4,5-5 часов. Это факт, медицинский, как говорится. Нравится это кому-то или нет. Провели, так сказать, размещение IPO Московской биржи, слава богу, что оно прошло, слава богу, что привлекли это высокая капитализация и так далее, да, то есть была такая интересная картинка количества инструментов, которые торгуются на МВБ и количество инструментов, которые торгуются на ЛСЕ. Капитализация получилась сравнимой, да, то есть капитализация сравнимо, слава богу, давайте пересчут количество инструментов. Ликвидность размазана пока, да, то есть есть интересные шаги, есть маркетмейкерство, есть переход к торговле Т плюс 2, да, то есть мы стремимся сделать рынок интереснее, привлекательнее. Но вот размазание, как быть с размазанием ликвидности? Вот это вопрос. Поэтому ощущения вообще от прошлого года, конечно, не очень приятные. Понятно, что мы профессионалы, мы вынуждены работать при любом рынке и стараемся для инвесторов находить наиболее интересные бумаги даже в этой тяжелой ситуации. Но мы должны отметить этот факт, то есть есть над чем работать. Ну, это уже радует, что если есть над чем работать. Давайте еще несколько вопросов. Вот мы говорили сегодня о Сбербанке, а банк ВТБ остался у нас в стороне. Что-то скажете, буквально два слова. Чего ждать от него? Два слова могу сказать. Аналитики считают, что спекулятивный потенциал у этой бумаги выше, чем у Сбербанка. Я соглашусь, но просто фишка в том, что когда, грубо говоря, показатели растут от нуля до единицы, это проще, чем показатели, например, вывести с двух до двух с половиной. То есть Сбербанка очень хорошие показатели были за прошлые годы, но очень тяжело будет в таком же темпе ему дальше идти. И просто не все, конечно, на рынке. То есть мнения нет единого, но ряд аналитиков и трейдеров делают ставку на ВТБ. Я, так сказать, в силу разных причин эту бумагу немножко недолюблю. Мне, честно говоря, ближе к Сбербанке, понятнее, просто потому, что мне даже нравится то, что делает первое лицо в этой компании. Нравится то, как просто поэт. Но это мое личное мнение. Нормально, первое лицо и менеджмент. Да, да. Я вот как... Как Сбербанк финансирует Олимпиаду в Сочи, например? Ну, как бы... В нашей стране нельзя быть крупной компанией, ничего не профинансировать. Нет, нет. Ну, конечно, речь идет... Если кому-то это удастся, то надо будет, наверное, медаль на грудь повисеть. Нет, по ВТБ на самом деле тоже, вот соглашусь с коллегой, если будет рост, Сбербанк... Ой, ВТБ покажет опережающую динамику. Да, он как отстающий будет просто показывать опережающую динамику. И если он проблет 6 копеек, очень сильный уровень сопротивления 6 копеек, и если он его пробьет, вот на этом пробое вставать точно нужно вверх. Вылет будет очень хороший, точно хороший. Но пока мы видим, что не получается. Пока там идет диапазон, да? Если посмотрите, широкий такой проторгуется. Абсолютно правильно, Василий сказал, будет выстрел. И многие как бы ждут, да, и многие спекулянты прекрасно этот уровень знают. Ну, может быть, для тех, кто не очень хорошо знает, имейте в виду. Я бы еще отметил, вот у нас закрылись торги сегодня, и сегодня очень хорошо себя показали Сбербанк и Норильский Никель. Больше 2% и на споте, и на фьючерсах. На мой взгляд, в Норникеле есть куда отскакивать, в принципе, поскольку залив был спекулятивный, ну, не с 6 тысяч, а вот, скажем, с отметки там 5800 до там 5500-5600. Поэтому еще процента 2-3 вверх бумага может дать, чисто технически. С точки зрения Сбера, я вот с Василием соглашусь, что если будет попытка опять, наверное, тестирования диапазона 109-110, может быть, там быки наткнутся на сопротивление. То есть это просто вынос опять шартовиков, да, опять люди будут закрывать короткие позиции. Немножко рановато, потому что таргет прайса, в принципе, если не изменять память, 125-130 по обычке, уже абсайд не очень большой. А прошло всего-навсего половину только первого квартала. Ну, а цель это актуально, 125-130? Да, цель это актуально, просто абсайд не очень большой, не очень интересная бумага получается, да, то есть надо ходить, что-то еще смотреть, собирать. Там просто фишка в том, что когда выбрана квота конвертации, да, бумага, скорее всего, в Лондоне, она хронически будет теперь несколько выше. Да, и пока, так сказать, не возобновится конвертация из локальных бумаг ВДР, ситуация, в общем, шартовики будут неуютно себя чувствовать. Я понял. Ну, что ж, много интересного сегодня я, как минимум, услышал. Надеюсь, и наши слушатели тоже присоединятся к моему мнению. Я буду закругляться. Прежде всего, огромное спасибо гостям. Это Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект, и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Уважаемые слушатели, я напомню, это был сухой остаток. Мы обсуждали текущую ситуацию на финансовых площадках, давали прогнозы, и мои гости, за что им отдельное спасибо, не стеснялись давайте эти самые прогнозы, хотя, как известно, прогнозы весь неблагодарны. У нас работа такая. Спасибо вам огромное. Успехов на рынке. До завтра. Всего хорошего. Спасибо.